Итак, всем доброе утро, всем бонжур, хелло, шалом из святого города Иерусалима. Очень приятно мне, да, всегда из Тива проводил последние годы, а сейчас из Иерусалима. Видите, как человек предполагает, а Бог располагает. И как Бог, вот Всевышний у нас сейчас посадил по квартирам, сейчас мы сидим. То есть человек, в принципе, ему кажется только, что он своей жизнью управляет. Все, давайте ждем, пока все собираются. Всем шалом, шалом. Бонжур, хелло. Так, сейчас мы еще пару приветствия. Так, сейчас вот мы будем с... Секундочку. Так, все, пока все собираются. Лилия Берман. Значит... Я буду сейчас со всеми здороваться. Значит... По-азербайджански, знаете, как доброе утро? Сабанинишзейр. Наверное, так произносится. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. По-тердиски сейчас я вам скажу, доброе утро. Кутмантан. Кутмантан. Все. Кутмантан. Всем Кутмантан. Ираклиминок. Кутмантан. По-тердиски это. Так. По-китайски упрощенное сейчас скажу. Заоан Заоан Это на упрощенном китайском Так Насинтхи Сейчас я Насинтхи вам Ну Насинтхи непонятно как сказать Никак Не знаю Непонятно По корейсти я скажу сейчас еще По корейсти добро утро Пока все собираются По корейсти Джох Яун Ачим Вот так вот Джох Яун Ачим Всем Джох Яун Мачим Ачим Это по корейсти Давайте пока все собираются Я совсем не здороваюсь По Кхмерски Есть такой народ Кхмеры Я даже не слышал когда-то Но не знаю где они живут Ароун Соустей Ароун Соустей Представляете насколько есть разные языки И как на каждом языке Можно по разному сказать доброе утро Вообще удивительно Сколько в мире разнообразия Сколько языков Которые даже мы не знаем По бенгальски Субха Сакала Субха Сакала Да Удивительно Все Итак значит мы продолжаем изучать притчи Притчи царя Соломона Мишлей И Как царь Соломон говорил На Лошон Акодыш Это святой язык Святой язык Лошон Акодыш Иврит Современный Да Он где-то На 99% Совпадает со святым языком И где-то 1% Новых слов То есть новых слов Может быть там Тысяча-две тысячи слов А в принципе это тот же самый язык Который На котором говорил Царь Соломон Царь Давид Авраам Ицхак Яков То есть мы спокойно Говорим сейчас на том же языке На котором они говорили Молились Адам решен На этом же языке С Богом разговаривал Представляете Потом Потом Конечно Когда была Вавилонская башня Бог смешал языки То есть Как бы программное обеспечение Вот это появилось Как у компьютера Сейчас можно На гугл переводчик На любой язык Любое слово перевести Так Когда-то То есть мы не удивляемся Что есть некое Программное обеспечение Которое Переводит один язык На другую На другие Звуковые И Вот смотрите Что такое язык вообще Да То есть Мир же он Идентичный То есть мир он Фактически-то Одинаковый То есть Доброе утро Это Как некое время дня Когда солнце Еще не дошло До зенита И оно уже взошло Но еще не дошло То есть это утро Но на каждом языке Вот это вот Одинаковое Явление Называется Разными звуками Но значит Все эти звуки Одно Но люди В каждом народе Они обмениваясь Этим звуком Они понимают О чем идет речь Так вот Бог смешал языки Когда была Вавилонская башня Когда люди строили Вавилонскую башню Бог смешал языки А до этого Все говорили На одном языке Вот на том На котором написано Мишли Притча царя Соломона Мы дошли до Мы дошли до Девятого До девятого отрывка Значит В восьмом отрывке Мы говорили Что по интеллекту Прославляется человек То есть Все что есть у человека Это следствие Его интеллекта Следствие его интеллекта То есть У каждого из нас В интеллекте Есть некая модель мира И каждый живет В этой модели реальности В интеллекте И эта модель реальности Состоит из множества Убеждений Осознаваемых Или неосознаваемых О том Где я нахожусь Кто я вообще Это удивительная вещь Что человек Он живет В некой модели себя То есть Он себя Сам же себя описывает Он говорит Я такой Я такой Другие ему говорят Нет ты не такой В нашей модели мира Ты другой Он говорит Не знаю Я в своей модели мира Я там Такой Понятно Да То есть Каждый живет В неких Идеях Историях О том Как работает мир И мы выучили В восьмом отрывке Что Лефисихло По интеллекту своему Иулаль Иш Прославляем человек То есть Человек Оценивается Другими людьми И даже не то Чтобы оценивается А в принципе Все что есть В жизни у человека Это следствие Его интеллекта А тот У кого Блуждающее сердце Он будет Презрен То что называется То есть Есть люди Которые Которые Воспринимают Окружающий мир И действуют Так как им Говорит окружающий мир Они такие Ведомые Реактивные люди А так как Окружающий мир Он состоит Из множества Влияющих людей И каждый Как в Израиле говорят У каждого Абрама Своя программа И у каждого Додика Своя методика Так как Внешние влияния Они постоянно Разновекторные То Человека Который Живет Реактивным Способом То есть Он реагирует На внешние Входящие Данные Он все время Разболтанный И поэтому Называется Что такие люди Он презрен То есть Имеется ввиду Что он будет Он будет Все время Ну как Как Болтаться В этой реальности Непонятно Ни за что Зацепиться Потому что Много людей По разному На него влияют И он все время Вот такого Понятно На действия На выборы Там на все То есть У человека Есть модель мира И она управляет Получается Его жизнью Теперь Царь Славон Нам говорит В девятом Отрывке Тов Никле В Эветло Хорошо Дословно Переводится Никле Это легкий Такой Неважный Да Легкий Хорошо Быть Неважным И служить Ему Или Работать На него Дословно Хорошо Быть Легким И работать На него Чем Быть Тяжелым И Не хватать Ему будет Хлеба Вот так вот Прочитаешь Но вообще Непонятно Какой легкий Какой тяжелый Каким быть Рабом Ему Непонятно Теперь объясняют Нам комментаторы Значит Есть Человек Он В своих Глазах Внутри Как бы То что Он думает О себе Некоторые Люди О себе Думают Я Там Самый Крутой И Они Хотят Быть Тяжелыми То есть Тяжелые Это Имеется Ввиду Они Требуют К себе Почета И Уважения Они Говорят Я Крутой Я Блатной Я Такой Ну Вот Я Такой Я Тяжелая Теперь Другие Люди Они Легкие В своих Глазах Они Себя Не Считают Чем-то Таким Тяжелым Устойчивым Да Он Говорит Кто Я Я В этом Мире Гость Я В этом Мире Просто Пришел Прохожу Свой Жизненный Путь Ухожу То есть Это Называется Быть Легким В своих Глазах Не Придавать Значения И Тяжести Своим Принципам Там Я Помню На меня Когда-то Произвела Впечатление Фраза Я слышал Интервью С олимпийской Чемпионки По гимнастике Лет Это Мне было Тогда 18 Лет 25 Назад Я эту фразу Всю жизнь Помню Значит Хоркина Такая Хоркина Светлана Хоркина И Было ее интервью Я мельком Это увидел Но мне эта фраза Врезалась в память Что Уже Четверть века Я помню эту фразу И Она для меня Является Примером Человека тяжелого Тяжелого Нелегкого Значит Ее спрашивают Вот вы Светлана Хоркина Про вас говорят Что вы все время Прям для вас Монитюр Это главное в жизни Что вы даже Прям у вас Чуть-чуть нога Не накрашены Вы Все Вы уже на турник Не залезете Пока нога Не накрасите Она говорит Да Это мой жизненный принцип Потому что Хоркина Без монитюра Не Хоркина То есть Это пример Тяжелого человека То есть У нее есть принцип Хоркина Без монитюра Не Хоркина Все И она даже На турник не залезет Пока не сделает Монитюр То есть Это тяжелый человек Легкий человек Он говорит Есть монитюр Нет монитюра Какая разница Я Хоркина Может я и не Хоркина Потому что Хоркина меня назвали А может я замуж Выйду 10 раз И буду Хоркина Не Хоркина Хоркина Не Хоркина Хоркина Не Хоркина Это легкий человек Теперь говорит Царь Соломон Лучше быть легким В своих глазах И служить себе То есть Работать на себя Что имеется ввиду Давайте Будет понятно Что имеется ввиду Из второй части Чем быть тяжелым Митхабет Митхабет Это тщеславный Переводят Тяжелый Такой у него Эго сильное И ему не хватает хлеба В жизни как происходит Вот я могу сказать Я приехал Когда там не было Там 22 года Может 23 года В Америку Приехал я в Америку Хотел начинать Новую жизнь В Америке Нет денег у меня Все Я пошел грузчиком Раздавал флайера На улице Таскал мебель Там на себе И так далее То есть я понимаю Денег нет Надо работать То есть Приехал я в Израиль Денег нет Надо работать Надо работать Можно и убирать Пойти Можно и туда То есть Это называется Человек легкий Который Который Не Как сказать Не имеет вот этих вот Прямо Тщеславие Тщеславие По простому переводят Это слово Тяжелый Тщеславие В этом отрывке Лучше быть легким И работать на себя То есть самую простую работу Делать Но ты работаешь для себя Чтобы прокормить свою семью Там и так далее Чем быть блатным И тебе не хватает хлеба То есть я знаю Что некоторые люди Они настолько Вот Типа Чтобы я пошел На простую работу Чтобы я Что-то делал Своими руками И здесь есть еще Объяснение Ведь это же он писал Три тысячи лет назад Три тысячи лет назад Считалось Что если человек Выполняет простую работу Он типа неуважаемый То есть Высшая каста Они не делали простую работу Там Приготовить Покушать И так далее Помните Вот рисуют таких вот Ну в древности Такие были типа Блатные Вот эти вельможи И так далее У них даже одежда была Такие у них туфли были С узкими носками Такими закрученными Да То есть считалось Что Если ты Высшая каста То ты не можешь Делать простые работы Ты должен одеваться Как они одевались В эти все Платья Какие-то Прически Там такие То есть Царь Соломон нам говорит Который был царем Лучше Быть простым человеком И работать на себя И не выделываться Чем выделываться И тебе не хватает хлеба То есть он говорит Что если взять Вот это вот Пирамида маслов Потребности человека Другими словами Этот отрывок нам говорит Что самая главная Потребность у человека Это физиология И лучше быть здоровым Физически И чтобы у тебя была еда И не блатовать Чем блатовать А у тебя пробой На нижнем уровне Нет здоровья Нет еды То есть при вот этих двух уровнях Все-таки физиология важнее Чем 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 Ну Почет И вот это вот Знаете Иллюзорная Иллюзорная важность То есть Вот По простому Если перевести На современный язык Этот отрывок Он говорит Лучше Простая жизнь Простая жизнь Где ты работаешь Где у тебя есть еда Где ты здоров Чем Ты лезешь По ступеням Вот этой вот Блата Почета А тебе не хватает На физиологии То есть Если выбирать Новый айфон Или Теплые сапади Царь Саламон Советует Теплые сапади Вот По простому Теперь дальше В Десятый отрывок Десятый отрывок Юдея Цадик Нефиш Беемто Знает Цадик Знает Праведник Душу Своего животного Верахамей Решаим Акзари А милосердие Злодеев Жестокость Здесь нам Царь Саламон Открывает Очень вообще Прям фантастическую Смысловую базу За этим отрывком Простым Кроется Несколько Очень важных Жизненных принципов Первый жизненный принцип Который здесь кроется Что знает Праведник Душу Даже своего животного То есть По Торе Праведник Он должен быть добрым Должен помогать людям Он не может никого обижать Не говорить ни про кого Гадости И так далее То есть Праведник Естественно Что он Выполняет заповеди Между собой и Богом Он выполняет все Что Бог сказал делать Праведник Он выполняет заповеди Между собой и людьми Он добрый человек Помогает Делает добро Стремится делать добро Но здесь Открывается Третье еще Качество Праведника Он еще Даже добрый К животным По Торе Есть запрет Исторы Причинять Страдания Животным И Казалось бы Что такое Животные эти То есть Они работают Должны Бог нам разрешил Их кушать Но есть в Талмуде Одна известная история Про Раби Иуда Анаси Раби Иуда Анаси Написано Он много лет Болел У него были Дитей боли Он страдал И рассказывает Талмуд задает вопрос Почему Он же такой Великий праведник Раби Иуда Анаси Был один из самых Выдающихся Мудрецов За всю историю Торы И он Много лет Болел Страдал Причем Кричал Так Что заглушал Слышали его Издалека У него были Камни в почках Разные есть Объяснения Какая у него Именно была болезнь Что ему давало Страдания Но он кричал Очень сильно От боли И Талмуд говорит Откуда все это началось Началось это с того Что он стоял во дворе И теленочек Маленький теленок Бежал Убегал От шохита Который должен был Его зарезать Чтобы покушать И он подбежал К Раби Иуда Анаси Раби Иуда Анаси Ему сказал теленку Говорит А что ты убегаешь Ты для этого создан Чтоб тебя съели И он Хотя он сказал Абсолютную правду Хотя он сказал Абсолютно Ну то есть Да Теленок этот Был создан Для того Чтобы его съели Но это не было Добротой Это было на уровне Раби Иуда Анаси При том Насколько он был Близок к Богу Насколько его любили люди Насколько он был Примером для других На его уровне Это была Это была Как сказать Та мера Которая человек меряет Меряют ему с неба И цадиков Праведников Бог судит На толщину волоса После этого Раби Иуда заболел И начал болеть И орал И больно ему было все Талмуд спрашивает А почему он выздоровел А он выздоровел Потому что Его Служанка-уборщица Как-то он увидел Что она убирала дом И она нашла Там маленькие крысят И она хотела И она хотела их убить А Раби Иуда Ей говорит Стой Написано же В псалмах Царя Давида Что Бог Милосерден На все свои создания И как же Ты их убиваешь Надо быть милосердной И в этот момент Вот этой своей фразой Он себя вылечил То есть мы еще раз Возвращаемся Что все у человека В голове Та модель мира В которой он живет Та мера Которая человек меряет Меряют ему с неба И в тот момент Когда Раби Иуда Анаси Он проявил Милосердие К вот этому животному То есть он Он как бы Создал ту меру По которой Бог с ним взаимодействует В этот момент Он выздоровел У него прекратилась болезнь Значит Это первое объяснение На десятый отрывок Что знает Праведник Душу своего животного И милосердие Злодеев Жестоко Сейчас мы разберемся Со второй частью Значит Второе объяснение Здесь речь идет О внутреннем животном У каждого из нас Есть внутреннее животное Так это называется Животная душа В человеке То есть мы по телу Мы практически идентичны С обезьянами С высшими приматами С коровами И так далее Разница небольшая То есть физиология То же мясо Те же органы Та же иммунная система Та же кровеносная система Мы видим сейчас Что вирус из мыши Летучая Коронавирус Это вирус из животного Перешел в человека То есть в принципе Мы примерно Ну от мыши Далеко не ушли Получается Да От летучей мыши Человек Вот то что Мыши с этим справляются А мы пока не научились Так вот У человека внутри Есть вот это Внутреннее животное Это его физиология Его инстинкты Его Его Гормональная система Его иммунная система Метаболизм Его Его вожделение Желание И так далее На физиологическом уровне Человек похож на млекопитающее На любое На рептилию Человек должен кушать Человек ищет еду Человек хочет размножаться Человек хочет лежать Человек хочет спать Причем Внутреннее животное человека Оно Оно ленивое Оно Непослушное Оно эмоциональное Оно Ну просто животное такое Да Теперь знает Праведник душу своего животного Он понимает Как с этим своим животным быть И праведник Он свое животное Он его держит Что называется В узде Праведник Он Даже разрешенное удовольствие Он минимизирует Или убирает вообще от себя Тем более запрещенное удовольствие Он по минимуму ест По минимуму пьет По минимуму Отдыхает Он все время в движении То есть Он управляет своим животным Знает садик Душу своего животного Он держит свое внутреннее животное В узде В управлении Он им управляет Поэтому он и праведник Он побеждает Свои животные Потребности И все направляет На служение Богу Злодей Милосердие Злодея Жестокость Что делает злодей Он говорит Что для меня самое главное Мое хочу А если так Я буду есть Что хочу Сколько хочу И когда хочу Если я хочу лежать Я буду лежать Бегать Я не хочу бегать Я не хочу тренироваться Я И он Казалось бы Он добрый к себе Он себе говорит Поспи до обеда Учиться Не надо Зачем напрягаться И он Казалось бы Он милосердный К своему внутреннему животному Дальше идут Наркотики Ну если хочется Почему нет Алкоголь Курение Обжиралово Там и так далее Он вроде бы Милосердный Он же делает все Что он хочет Как есть Известная сейчас Популярная книга По психологии Хочу и буду Типа Хочу жрать И буду Хочу спать И буду Хочу отдыхать И буду Хочу там В общем Все что хочу Все буду Доброта Казалось бы Да Написано здесь Нет Наоборот Все конкретно Наоборот Милосерднее Злодея Злодей это тот Который не живет По правилам А что говорят нам Правила Торы Воду пей Хлеб ешь На земле спи Жизнью страданий Живи И Тору учи Если ты так делаешь Ашрейха Ветовлыха Если ты так делаешь Счастлив ты И хорошо тебе Казалось бы Ну вообще не сходится То есть ты воду пей Хлеб ешь На земле спи Жизнью страданий Живи И Тору учи Если ты так делаешь Хорошо тебе здесь И будет тебе прекрасно в Ола-Маба, не сходится, сходится. Правильник, когда он минимизирует, минимизирует свой уровень жизни, он себя ставит как спецназовец в жесткие условия, как спортсмен, он тренирует свое тело. Потом, если ему достаточно, он может выживать на воде, хлебе, спать на земле, воду пить, и еще при этом страдания его вообще не пугают, все, вся его жизнь рает, потому что в мире все равно будет по-другому, все равно ему будет лучше, чем хлеб, лучше, чем вода, лучше, чем земля, все равно Бог ему даст, если он праведник, какие-то удовольствия в жизни по-любому даст, то есть он не должен от них отказываться. Но если он готов к тому, чтобы спать на земле, то ему любая кровать, она класс. А что делает злодей? Это как сказка принцессы на горошине. Он все время себе повышает, еще хочу, еще хочу, еще хочу. В итоге маленькая горошина, а он страдает. Поэтому он и злодей, потому что он потом попадает в тиски вот этого своего потребления, и он вынужден для того, чтобы удовлетворить свою хочу, он может тогда украсть, убить, обмануть, ну и так далее, потому что его хочу для него самое главное, понятно, и поэтому он злодей. Вот такая глубина в 10 отрывке, в которой написано, что знает праведник душу своего животного, а милосердие злодеев, оно по-настоящему для них жестокость, поворачивается жестокостью. Все. 11 отрывок у нас будет про финансы, конечно, но завтра. А, не завтра, завтра суббота. Шаббат шалом всем, это сейчас великий шаббат в этом году. Шаббат, вот этот шаббат, который сейчас будет, суббота, это 10 Ниссана. 10 Ниссана, это за 4 дня до Песоха. В год, когда Бог выводил евреевский народ из Египта, 10 Ниссана как раз выпала на шаббат. Вот точно мы сейчас идем, как в тот год, когда был исход из Египта. И точно как в том году, когда был исход из Египта, Бог сказал, вот именно сидите по семьям, не выходите из дома. В этот день Бог зайдет и будет судить мир, то есть Он уничтожит первенцев Египта, и именно Бог сам приходит в этот день. А евреям Он сказал, сидите в домах, не выходите никуда. Интересно, как в этом году прям выступила приказ правительства Песох, все сидят по домам только своими семьями, ни с кем не соединятся, из дома не выходить. И это первый раз за всю историю еврейского народа, второй раз, первый раз было в Египте, когда это сказал Бог через Маше Робейну, руководителя еврейского народа. Сказал, сидите по домам, никуда не выходите, 14 Ниссана, Бог придет и будет, ну будет прям реально будет что-то важное, настоящий выход из Египта, Бог лично придет. В этом году тоже правительство Израиля сказало, все, все евреи сидят по домам, ну и во всем мире все сидят сейчас по домам, каждый, чтобы был, знаете, отдельно, и Бог будет судить каждого, я так думаю, в этот Песох. Я всем желаю, чтобы мы подошли к Песоху именно с одной простой мыслью, что нет, нет никого, кроме Бога одного, нет никого в мире другого хозяина, кроме Бога, что самое главное в этом мире, это, это выполнять божественные правила. И в этот момент Бог пройдет по каждому, внутри пройдет по каждому, и я думаю, что он, ну что-то изменится. Вот 14 Ниссана, вот можете запомнить мои слова, 14 Ниссана, что-то в мире сильно изменится. Это будет пик того, что сейчас происходит, осталось 4 дня до пика, дальше, дальше мы увидим какую-то пиковую ситуацию, ведь представьте, мир очень сильно качнуло. Вот пик этого качания будет 14 Ниссана, через 5 дней получается, и дальше все пойдет уже на спад, после Песоха начинаются 49 дней очищения. Сфера Таомер, это было, когда они вышли из Египта, 49 дней было очищения, когда они каждый день, они поднимались из одной ступени духовной нечистоты на одну ступень духовной чистоты. Будет 49 дней до шавота, до дарования Торы, и вот как раз вот эти 49 дней мир будет выходить из этой эпидемии, и когда будет дарование Торы, будет какое-то второе пиковое событие в жизни мира. И мы увидим своими глазами то, чего ждали, я думаю, все поколения последние 2000 лет, все ждали приход Машеха, и мы увидим, кто же наконец-то этот Машех, то есть занимайте лучшие места. Мы увидим сейчас реально, я надеюсь, что мы в этот Песох увидим своими глазами приход Машеха с Божьей помощью, и мир перейдет на следующую ступень. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом, и чтобы с Божьей помощью у всех было все хорошо, здоровья, счастья духовного и материального. Все, всем удачи, успехов, счастливо.